Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель Кладбища. Ну что ж, давайте глянем для начала, что у нас по заданиям, кого может... подожди-ка секунду... Так, у нас такой денёк, неудачный, скажем так, и давайте смотреть задание. Так, сделать вино с серебряной звездой для охранника, нифига, избавиться от охранников Инквизиции около Ведьминой горы, ну понятно. Так, дать овощи, так, это мы, ребята, сделаем, овощи, капусту и свеку 12 штук, принести ведро крови и кровавые гвозди, это нужно для змея. Кстати, нам нужен змей, помните, мы должны у него узнать про инструменты реставрирующие. Также у нас, смотрите, активировать портал, но это всё понятно, это не скоро нам. Так, достичь 30-го, так скажем, 30-ти репутаций на кладбище. Достичь 20 святостей в церкви. И вот я не знаю даже, с чего и начать. В принципе, мы можем бумагу и чернила отнести. Так, найти печать и продать мясо. Кстати, вот насчёт печати, по-моему, если не ошибаюсь, змей тоже должен знать. Но для начала нам нужно повысить у змея репутацию. Но я думаю, что для начала мы начнём с церквушечки, пожалуй, да? С церквушечки. Что нам нужно для того, чтобы поднять репутацию? Так, у нас, кстати, сколько с вами очков там всевозможных? Надо будет посмотреть тоже. Я имею в виду для крафта именно. Может быть, даже что-нибудь новенькое изучить. Так. Технологии. Смотрим. У нас с вами вообще нет зелёных очков. А они нам нужны. Они нам очень сильно нужны. Потому что без них мы ничего дальше вообще сделать не сможем. Так. И как мне написали, что нужно снимать кожу и сливать кровь с трупов, чтобы у тебя была какая-то хорошая репутация на кладбище? Что-то типа того. Так. Ну-ка посмотрим. Церковная скамейка. Так. Настенный канделябр. Мы можем просто обычный канделябр сделать. Куда же нам его поставить? Вот сюда можем влепить. Сюда. Два, если вылепим. Так. Сколько у нас репутации стало? 16. А нужно, по-моему, 20, да? Сейчас ещё раз посмотрим. А нужно 20. Это ещё 4. Блин. А неужели ничего хорошего мы с вами здесь сделать не можем, а? Это будет плохо. Так. Дай-ка я сюда загляну. Исследовать. Мы можем что-нибудь исследовать. У нас нет опыта. Да, я так понимаю. Сфер. Жёлтых этих. А науки у нас за глаза. В этот раз. Так. Нам нужна кровь. Я не знаю, что это ведро делает. Честно говоря. Кстати. Вот здесь мы тоже можем пробить дорогу. Что нужно для этого? О, и всего лишь две лёгкие детальки, ребята. Пойдёмте-ка сделаем. Всё равно у нас рядышком дом. Что нам стоит зайти, сделать эти две детальки и вернуться сюда, да? Расчистим себе заодно путь. Так. Две обычные детали. Создать. Вот так вот. Немножко даже с запасиком, так скажем, да? Ой, не хватает, не хватает. Ребята, не хватает. Простите. Вот так вот. Давайте делать. Вот так вот. Теперь пойдём расчистим путь. Интересно, где змей, когда он придёт? Какое он вообще время приходит на свой, так скажем, пост? А может быть, он там стоит? Перед этим? Перед подземельем? Кстати, да. Что-то я совсем забыл. Он же здесь стоял у нас раньше, потому что было закрыто. Калиточка, да? Мы её открыли и, скорее всего, он теперь стоит именно там. Сейчас мы сходим и посмотрим. Так, а этот-то у нас куда путь? Расчищается, я что-то не могу понять. Так, так, так. Что это такое у нас здесь? Ах, морг. Мы соединяем морг. Офигеть. У нас удая, ребят, подземные будут катакомбы. Одно с другим связано. Так, ну что же. Давай-ка зайдём, посмотрим, действительно он там или нет. Так, я его, ребята, здесь не вижу. Но мне кажется, что он всё-таки будет здесь. Так, черепа в колонне. Черепа в стене. А что это вот даёт всё? План тёмного дизайна. В общем, нам нужно, ребята, пять черепов добыть, чтобы посмотреть, что этот дизайн вообще делает и для чего он здесь нужен. Мне так лично очень интересно. Так, секундочку. Я ещё... А, это можно и здесь, в принципе, посмотреть. По технологиям хочу сделать, ребята, новую какую-то молитву. На следующие, как говорится, выходные, чтобы нам побольше заработать денег. Так, что нужно для вот этого. Так, где делается у нас письменный стол? Пойдёмте, зайдём на письменный стол и посмотрим, что нам для этого надо. Так, не здесь, да, по ходу дела? Так, смотрим. Блин, погоди-ка. Письменный стол. Вот у нас письменный стол. Вот, вот здесь вот смотрим. Так, значит, нужна одна глава. И пять... Пять веры. Так, а где же нам главу-то взять? Глава создаётся у нас же здесь, на письменном столе. И для того, чтобы её сделать, нам нужно заметок. Три штуки. Чтобы заметку сделать, нам нужна история, чернила. Короче, начинаем делать с вами так. Так, сейчас будем работать с трупами. Снимать там, ну, сами понимаете, кожу, всё это дело. Черепа нам пригодятся сюда. Кровь нам тоже, в принципе, пригодится. И, я не знаю, пока вот ещё кишки и всякие там внутренности, куда они нужны. Но стопудово они тоже нам куда-то пригодятся. Куда-то они пойдут в какое-то дело. Ну что же, давайте вырезать мясо. Извлечь? Да, извлечь. Так, хорошо. Дальше погнали. Кровь тоже извлекаем. Извлекаем. Поехали дальше, ребята. Извлекаем череп. Череп, я сказал, извлекаем. Так, хорошо. Ой, ошибка хирурга. Ё-моё. Так, кожу тоже извлечь. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то вообще как-то хреновенько у нас здесь. Так, я не знаю. Можно, в принципе, ещё из сердца. Не хватает энергии. Да и фиг с ним. Пойдёмте, ребят, наверное, мы его... Ах, я не... Блин, я не могу, ребята, что-то утащить. Так, короче... Простых две детальки нам нужно сделать. Так, этого трубочка надо обязательно положить. Чтобы не испортился, естественно. Естественно. Всё, пускай здесь полежит. Значит, кожа и череп у нас есть. Морковки закончились. Значит, в ближайшее время нам ничего здесь не светит получить. Так, смотрим. Здесь у нас всё вроде бы сделано, ребята. Ничего здесь мы новенького получить не можем. Так, давай-ка мы мясо, наверное, здесь выложим. И кровь. Кровь. У нас есть заметки. У нас есть заметки. Но надо их три штуки, чтобы сделать историю. Главу. Так, грибы давайте идти сюда. Цветочки тоже. Так, а деревяшки и брус это всё туда. Так, у нас, кстати, со сталью, ребята, проблема. Нам она нужна. А для этого нам нужна руда. Железная. Придётся, ребята, опять потом идти. О, у нас тут уже, смотрите-ка. Смотрите-ка. Можно собрать? Можно. Собирать. Блин, энергии не хватает. У нас тут свекла. Я смотрю, капусточка подросла. Мы ещё, кстати, с виноградом тут не определились, ребята. У нас не хватало семян, по-моему, да? Или же мы просто ещё в тот раз не могли с вами сажать виноград? Сейчас, короче, проверим. Сейчас мы это дело с вами проверим. Виноград нам нужен, ребята, для того, чтобы гнать вино. Так, я сейчас здесь посмотрю. Нету, не случайно, виноградных косточек-то у нас. Я не вижу, если честно. Черепунель надо будет взять. Куда вот эти вот бабочки нам нужны, а? Интересно мне знать. Бабочки, бабочки. Так, здесь у нас что? Семена конопли. Интересно, мы коноплю тоже можем сажать или нет? Так, семена капусты. Так, секунду. Это что за семена? А, это конопли. Моркови. А здесь у нас что? Вот, семена винограда, ребята. Давайте возьмём, попробуем посадить. Не уверен, конечно, но попытаться стоит. У нас как раз вот здесь вот, да, вот они. А ну-ка, посадить. Смотрим. Блин, не могу, ребята, почему-то и посадить. Очень странно. Хорошо, мы тогда с вами здесь вот забираем урожай. Что такое? Ботвы слишком много, да? Ботвы очень много, я смотрю. Чёрт, весь инвентарь уже заваленный, а? С таким барахлом. Давай выкладывать тогда. Что мы тут выложим? Так, ну семена винограда, понятно, выкладываем. Так, семена моркови не стоят, я думаю, пока. А, листовки, зачем они нам сейчас нужны? Мы уже с ними всё, справились. И, пожалуй, мы выложим брус. Всё, отлично. Так, интересно, тут семена-то нам хоть выпадят? Чтобы сажать следующий-то урожай. Так. Ммм, не хватает. Не хватает, ребята, у нас семян, оказывается. О-оу. Слушай, это дерево мне здесь досталось, если честно. Не в тему, мешается просто на пустыне. Так, и пенёк надо тоже отсюда выкорчевать. Всё. Так, выложить здесь я ничего не смогу, по-моему, да? Надо ещё, что ли, ящик тут сколотить где-нибудь, открыть новенький. Потому что, ну, вообще, ребята, всё, завалено, абсолютно всё. Так. Давай выложим тогда вот этого, наверное, и... Эти можно было бы... Да цветочки, наверное, я думаю, что надо уничтожить. Они тут вообще ни... К силу, ни к городу, да? Персонаж. Подожди-ка, использовать? Энергию они нам восстанавливают? Ё-моё. Я-то не знал этого. Так, куча ботвы, куча всякой ерунды. Давай, наверное, выложим... Капусту. Морковь. Так, ботва нам пригодится. Мы из неё будем делать... Перегной. Так это назовём. Так, у нас тут есть веколочка как раз. А ну-ка посмотрим, что я могу посадить. Хватает теперь? Нет, ребята, не хватает ни фигашечки. Вот это облом. Вот это облом. Подстава, грубо говоря. Что же тогда мне делать? Мне тогда остаётся, ребята, закапывать трупы. Зарабатывать деньги. И на заработанные деньги уже идти. Покупать себе семена. Только так. Пока больше другого варианта я не вижу. Давай всё это выложим. Освободим, как говорится, инвентарь себе. Черепудили тоже выложим. В общем, ребята, у меня сейчас будет капитальный фарм. Я даже не знаю, стоит ли его сейчас снимать или нет. Этот фарм. То есть я буду сейчас туда-сюда бегать. Поэтому, наверное, ребята, не стоит. Как бы лучше мы нажмём на паузу и продолжим уже, когда я всё насобираю. Ну что же, ребята, вот я на болоте собираюсь здесь и к траву. Пошёл я вообще-то сюда за рудой. И смотрите-ка, кого я тут обнаружил. Узнаёте, ребята? Это бабуля. Блин. Секунду. А как мне к ней... Как мне к этой бабуленьке подойти-то? А? Что-то я не понял, ребята. Увидеть-то я её увидел. Но мне с ней надо поговорить. Надеюсь, что-нибудь толковое мне расскажет. Так, руда. Главное, руда, ребята. Мне надо было слиточков там сделать для кое-чего. Так, смотрите-ка, здесь тоже можно что-то создать. А что мы можем здесь создать? Мост? Мост. А зачем здесь мост? А, всё, понятно, ребята. Чтобы нам не обходить вот так вот много. Вот она, ребята, кстати, и их трава, которая нам нужна для задания. Ну-ка, давайте потрещим с этой бабулей. Прочь, демон. Я не демон. Я осмотритель местного кладбища. Точно не демон? Ну, я тут в последнее время ни в чём не могу быть уверен. Ну, вроде не демон. Сдаётся мне, что вы Клота, ведьма с болота. Хм, это как раз ложится на одну из моих теорий частично. Подойди-ка поближе, сладенький. На твой взгляд, на кого я больше похожа? На сказочную принцессу или на ведьму? Хм, на ведьму. Блин. На ведьму, конечно же. На ведьму. Как ни печально, но, сдаётся мне, ты прав. Вообще-то, мне кажется, я слишком сообразительна для принцессы. Чёрт с ним. Мне в любом случае нужна твоя помощь. Хм, мне тоже нужна ваша помощь. Ну, значит, не подфартила тебе, сладенький. Хм, я так-то ничего не помню. Совсем. Очнулась с запиской в кармане. Если потеряла память, свари в котле зелье из пчелы и отдушки. Результат прими внутрь. Всё уже сложено в котёр. Осталось сварить. Удачи. От себя же из прошлого. Хм, ну так в чём дело? Не помогло? Видишь, тут где-нибудь котёл. Нет. Вот и я не вижу. Есть два варианта. Ты можешь сам сделать мне отвар. Выглядит не слишком сложно. Или можешь принести мне котёл и все ингредиенты. Где же я найду котёл? Мне нужен здоровый котёл. Думаю, хороший кузнец может такой сделать. О, поможешь мне? А потом я помогу тебе. Вот так вот, ребята. Вау! Щет! Хе-хей! Алхимический стол. Ну, наконец-то, ребята. Чертёж. Так. Ручная мешалка. И алхимическая мельница. Вот оно что, ребятушки. Так. Помочь ведьме вернуть память. Птички напели мне, что у тебя есть свой огородик. Это правда? Да, есть небольшой. Не поможешь ли ты в таком случае старой женщине? Да я только и делаю, что всем помогаю. Ну, что мне нужно тебе принести? Тыку. Тыку с серебряной звездой. А я научу, как готовить суп из неё. Ух. Неплохое. Неплохое задание, ребята. Так. Отдать котёл. Отдать эликсир исцеления. Я принёс тыкву. Так. Мне нужна помощь. Понятно, ребята. Всё отличненько. Так. Игтрова. Мы её добираем. Это мы, кстати, игтрову отдадим купцу, который мучится от икоты. Что же, неплохо. Главное, что мы с вами можем теперь... Я посмотрю, ребята. У меня технология открылась. Алхимия или нет? Да. Наконец-то, ребята. Начало алхимии. Вот. Теперь, я думаю, мы с вами сможем делать пробирки. Так? Или не так? Ну, это даже уже не важно. Так. Алхимический стол, ручная мешалка и мельца. В общем, пойдёмте с вами к себе на кладбище и будем... Блин, я уже забыл, как тут выйти-то. Главное, ребята, не забыть здесь вот мостик нам построить потом. Потому что, блин, да мы задолбаемся здесь. Честно говоря, оббегать. Нужны лишь доски, брусья и гвозди. Не забыть бы. Доски, брусья и гвозди. Сделаем здесь мостик. И, может быть, уже по короткому пути ходить. А то сейчас вы увидите, сколько... Тут надо пиликать. Это я вот так вот шёл. Кстати, грибы вот эти тоже собирал. Дай-ка ещё соберу. То есть, довольно такой приличный путь пришлось мне сделать. Он ещё какой-то весь извилистый. У бабульки, да, дом весь грибами порос. Мухоморами. Так, по-моему, так иду, да? Да, всё правильно. Так, у нас, ребята, кстати, близится денёк молитвы. Надо будет обязательно почитать. В этом болоте, ребята, даже можно рыбу ловить. Смотрите, видите, там вон мост. И рыбка нарисована. Но главное, чтобы бабуля мне сделала доброе дело. Научила меня алхимии. Блин, даже сколько времени прошло, чтобы надо было сходить к этой ведьме. Я не думал, что она здесь, именно на этом болоте. А она оказалась вот тут. Просто тут надо было так хитро всё это... Проходить, обходить... В жизнь бы не подумал бы. Ну что же, вот мы, в принципе, и вышли. Так, пойдёмте-ка к себе уже. Тут уже скоро будет вечерок. И уже потом, на следующее утро, будет молитва. Церковь у меня, ребята, упала в статусе. Потому что не церковь, а кладбище. Потому что я туда похоронил чувачков с пятью черепами красными. Снял, называется, кожу. Снял с них вообще всё. Что можно? Так, смотрим, что мне нужно для того, чтобы сделать... Так, мы здесь что-нибудь можем сделать? Так, здесь, походу, ничего, да? Это всё, наверное, делается... А где это, интересно, делается? У нас вся вот эта вот алхимическая фигня. Так, дайте-ка я сейчас, ребят, заброшу здесь. Так, секунду. Вот так. Пускай делается. Нам нужно железо. Так, и я думаю, что это всё-таки где-то... Где-то внизу, ребята. Или в библиотеке, или ещё где-нибудь. Посмотрим. Может быть, даже здесь. Нет, точно не здесь. Давай посмотрим, может быть... Ну, и не в морге. Сто процентов. Алхимический стол. Погоди-ка. Так, ручная мешалка. А что будет... Смотрите, здесь, чтобы алхимический стол сделать, мне нужны сложные колбы. Так, цирковный верстак. Стеллаж для свиток. Алхимическая мельница. Полированный камень нужен. Оу, щет. Так, ладно, начнём. Блин, да подожди. Ручная мешалка. Значит, нужно 6 брусов. Простых деталей и гвозди. Брус. 6 брусов. 8 гвоздей. Блин. Чего же я всё время забываю? 6 брусов. 8 гвоздей. Кстати, может быть, мы можем сейчас уже варить колбы? Ну, я имею в виду из стекла. Посмотреть надо. Так, ну-ка. Нет. Значит, 6 брусов. 8 гвоздей, да? Так, а у меня нету деревяшек простых. Придётся стругать. 6. Отлично. Пора, ребятушки, на боковую нам идти. Энергия закончилась. Да и молиться потом пора. Надо будет молитву читать. Давай, 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 солнышко. Вставай. И мы как раз тоже уже подоспели, ребята, да? Так, отлично. Мы выспались. Что у нас там? В инвентаре с собой или не с собой? Да, у нас всё это дело с собой. Так что... Можно, в принципе, и отправляться. Сейчас, ребятненько, бэренько прочитаем эту исповедь и продолжим уже свои дела. А пошёл я туда, ребята, за камнем и за рудой железной. Так. Ну, я имею в виду на болото ходил. Ой, блин. Всё время путы. Да что ж такое-то? Луна. Это у нас... Это у нас этот. Ай, маг. Звездочёт. Ё-моё. У нас же молитва вот на солнышке. Что ж такое-то, а? Совсем с памятью плохо становится. Так, ладно. Нам нужно шесть брусов. Шесть брусов. Так, делаем. Приступаем к работе. Ну, что ты не приступаешь? Давай, делай. Так, восемь гвоздей. Не забываем. Так, восемь гвоздей. Ай, даже ни одного слитка нету. Вот, есть слиточек. Места теперь нет в инвентаре. Да чтоб тебя. Так, восемь гвоздей. У нас четыре есть. Мы можем что-нибудь сюда положить, а? Места вообще нету, ребят. Так, эта бабуля меня, конечно, ещё задачила тем, что нужен ей котёл. Так, черепки выложим. Что-нибудь. Давайте цветочки эти выкинем, что ли, я не знаю, или съесть их. Я могу их, например, сейчас съесть здесь? Использовать. Да, могу есть. Причём спокойно. По три энергии восстанавливает. Неплохо. Так, два слитка есть. Значит, восемь гвоздей. Так, гвозди есть у нас? Давай. Эть, эть. Понятно. Меньше этого мы сделать не можем. Хорошо, давай сделаем. Да что ж ты будешь делать? Места нет и всё. И хоть ты тут что сделал, я? Так, у нас три детали. А нужно четыре. Четыре детальки. Здесь ничего нету тоже, а? Посмотри. Дайте-ка я попробую, ребята, сюда воткнуть ещё на переплавку. Ага. О, отлично. Пускай плавится. Местечко освободилось. Давай выложим, наверное. А что, у нас всего три куска камня? Я думал, у меня больше, если честно, ребят. Тьфу, это скудненько. Камень не нужен, ребята. Так. Давай делай тогда простые детали. Ну что ж, пойдёмте теперь делать алхимию. Алхимический, алхимическая мешалка, да, у нас сейчас будет. Посмотрим, что мы там в этой мешалке можем намешать. Так. А, ручная мешалка называется она. Ого, большая мешалочка-то. Мы её выставим сюда. Слушайте, по-моему, здесь мы будем всякие ингредиенты смешивать. Давай-ка проверим. Отлично. Ну-ка, посмотрим. Выбейте ресурс для создания. В плане. Подожди, я не понял. Выберите ресурс для использования. А у меня нет никаких ресурсов. Так, что нам нужно? Алхимический стол. Нам нужны сложные колбы. Мельница. Нам нужно, ребята, полированный камень. А камень у меня вообще изучен по технологии или нет? Так, аккуратный мясник. Это всё понятно? Алхимическое хранилище. Так, вы можете бальзамировать тело этой жидкостью, чтобы изменить его характеристики. Ага, вот даже как. Аккуратный мясник. Ты знаешь, как работать с мясом? Шанс, что, извлекая органы, что-то пойдёт не так сильно уменьшится. Ага, понятно. Консерванты. Это, конечно, всё хорошо. Но мне-то нужно вот это, ребята, как-то, стеклодов. Создаётся на плавильной печи второго уровня. Так, посмотрим, что мне нужно для того, чтобы изучить печь второго уровня. Что надо для этого? Так. Где оно? Здесь изучается или где? Запах золота. Добыча мрамора. Так, резьба по камню. Резьба по камню. Ага, вот, значит, где у нас будет тёстный камень. Это у нас камнетёстная вторая. А где стеклодувная, а? Второго уровня. Где она изучается? Сила веры. Деревянный алтарь. Подождите, ребята, я не пойму. Где у нас... Здесь нету. Так, это у нас сталь. Накование второго уровня. Плавильная печь. Вот она, ребята. Плавильная печь. Значит, нам нужно с вами 20 зелёньких этих. То есть, 3 ещё добыть. И будет всё хорошо. А, у ребяток, кстати, суббота. Суббота подоспела. Всё, пойдёмте читать. Подожди-ка, у нас ночь, ё-моё, на дворе, блин, почитал. Так, ну что же. Плавильню мы сейчас с вами сделаем второго уровня. Нужно лишь пару деревьев. Три дерева срубим, и всё, ребята. Делов, как говорится, на копейку. Пойдёмте быстренько приступим к этому делу. Где тут у нас самые-самые большие деревья? О, могу срубить. Погнали. Так, и ещё буквально, ребята, одно дерево. Ещё одно дерево. Рубим. Да, говорю, рубим. А, всё, в принципе, нам хватает, ребят. Ну что же, изучаем продвинутую плавильню. И сейчас я пойду посмотрю, так ли оно на самом деле, или опять обманули. Где у нас плавильня? Вот она, плавильня. Блин, она у нас занята. Чёрт бы её побрал. Хорошо, давайте тогда мы с вами поносим деревья пока сюда. Так, а мы можем здесь ещё с вами поставить... Так, как же, как же оно? Склад брёвен. Да, можем. И я его поставлю вот, пожалуй, вот сюда. Склад брёвен, ребята, тоже пригодится, потому что очень быстро у нас улетают дрова, а они нужны практически всегда. Так, надо её начать сделать. Так, ну что, утро начинается, ребята. Мы сейчас пойдём читать с вами исповедь. И будем надеяться, что им всем понравится, и они дадут мне очень много веры. Так. Ещё, конечно, мне очень сильно хотелось бы, ребята, научиться сажать виноград. Пока с этим большая проблема. И по семенам тоже большая проблема, потому что... Так, деревце, ты, по-моему... Не могу. Странно. Так, а это... Это могу. Ой, замечательно. Вот, всё, как говорится, в хозяйстве пригодится. Так, ребят, я погнал циркушку. Нам нужно с вами успеть до полудня, до полуночи, блин. Да, репутация, конечно, у кладбища я... Да, очень-очень резко себя кусил. Сейчас, в данный момент, вообще 11. Но внутри, зато здесь хорошо. 16, а нужно 20. Так, приступаем. Создать. Погнали. Я хотел бы сказать тебе, речь наша церковь великолепна. Отлично, отлично. Так, три есть. Давайте ещё, ребята, ещё бросайте сферы, не волнуйтесь. Чё, по стандарту, что ли, пять сфер? Ни больше, ни меньше. Отличная проповедь. Да, да, отличная. Да, я уж вижу, какая она отличная. Даже мы отмечали, гадёныши, а? Так, давай возьмём денег. Так, смотрим, что мы сейчас сможем с вами здесь построить. Церковная скамейка. Так, у нас уже была целая полная скамейка. Ничего нового мы сейчас пока не можем здесь сделать. А нужно же как-то развиваться. Так, ну-ка, что-то тут. Торговать. Да не с чего-то бы тут торговать. Хотя, ребята, вот смотрите. Были бы деньги, наверное. Или это он у меня покупает, или я у него, а? Необходимо, чтобы гарантируть успех проповеди. Создаётся написано... По-моему, это он всё-таки у меня покупает это, да? Ну что же, молитву провели. Продолжаем наши, как говорится, дела. Мне всё-таки интересует, стекло будет или нет, а? Так, это всё забираем пока. Сразу же, наверное, сюда выложим. Так, у меня сколько сертификатов похоронных? Две, две штуки. Ладно, время есть. У меня, по-моему, там ещё один трупец валяется. Я его сейчас... ...быстренько уделаю и похороним его. Так, вон он лежит. Аутопсия. Ну что ж, давай. Кровь сначала выкачаем из тебя. Так, и теперь кожу. Так, три черепка этих и три черепка белых. Посмотрим, что-нибудь поменяется. Да, меняется. Меняется в худшую сторону, ребят. Ладно, берём. Так, забрать тело и пойдём хранить, пока не поздно. Вот это, кстати, завал я тоже, ребята, хотел расчистить. Так, один большой брус, балка и нужны деревянные клинья. Балка, клинья. Запомним. Оу, ребята, энергии нету. Энергии нету, похватился. Вовремя. Так, ещё раз, что нужно? Одна балка и... ...клинья деревянные. Так, одна балка, клинья деревянные. Так, клинья есть. Клинья есть. Так, балка, балка деревянной. Деревянной балки нет, ребят, к сожалению. И инструменты нужна. Одна ещё, да? Хорошо, давай сделаем. Так. Ай. Энергия, как всегда, ребята, энергия. Энергия нас подводит. Ну что ж, поспим. Доделаем одну штуку и... Что же там? А, балку нужно, да? Одну большую балочку. И расчистим. Там, по-моему, последний путь у нас будет преграждающий. Хорошо, мы выспались. Давай доделаем это дело. Так, и балка. Да чтоб тебе, сложные детали теперь нужны. Одна штука. Блин. Ну давай, сделаем. Выбора-то всё равно нет, да? Отлично. Теперь давай делать балку. Такой столер, блин. Ну, естественно, места нету. Ё-моё. Естественно, нету места. Я уже не знаю, ребят, куда тут всё это складывать. У меня уже действительно не хватает никакого места. Так, построить ящик. Четыре доски. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Всё забито всяким хламом. Причём, всё лежит это в разнобойку. Блин. Надо будет опять всё наводить порядок здесь, ребят. Ну-ка, заберём. Всё, отлично, забрали. Так, выложим, наверное. Грибы надо сюда выкладывать. Сто процентов вам говорю. Все причём. И эти, и вот эти. Так, руду тоже надо выкладывать. Чё я с ней бегаю? Как ошалелый. Так, рудишка. Куда? Здесь она не поместится. Блин. Короче, балки всё это у меня есть. Теперь можно, ребята, идти и расчищать там путь. Так, где он у нас где-то... Ага, вот здесь вот внизу. Вот он. Поехали. Расчищать. Так, ну что, дорогие мои друзья, давайте, наверное, сделаем небольшую паузу. Да, я пока его разделаю. Похороню. Получу сертификат. Потом схожу в деревушку. Продам. Точнее, продам сертификат. И получу голду. Надо будет купить нам семян. Потом, что надо будет, наверное, чернил взять. В общем, поторгуюсь там. Посмотрим, что мы с вами сможем приобрести. И потом уже продолжим с вами играть. Субтитры создавал DimaTorzok